Я заглавил свой краткий доклад как современные тенденции вакуумного термоформования листовых термопластов. Когда я это заглавие сделал, я начал размышлять, каковы же эти современные тенденции, как их сформулировать лучше и проще. И при моем размышлении я пришел к выводу, что современные тенденции заключаются прежде всего в том, что технологии термо-вакуумного формования листовых термопластов стараются соответствовать и поспевать вызову рынка, который постоянно формирует какие-то новые запросы к данной технологии. Мы все знаем продукты, которые изготавливаются на термоформовочных машинах, допустим, багажники фирмы Туле, допустим, акриловые ванны, допустим, тазики какие-то примитивные. Но есть и гораздо более сложные продукты, то есть требования к технологии вакуумного формования листовых термопластов постоянно растут. И бизнес становится все более жестким и все более комплексным. Я попробую кратко осветить, почему ГАИС в этом бизнесе работает давно, успешно, производя оборудование для термоформовщиков и как это развитие происходило в последнее время. Хочу сказать следующее. Прежде чем я перейду к производственной программе ГАИС, все-таки по вот этим вызовам, которые рынок делает, предъявляет сегодня к современным переработчикам пластмасс, в частности, к очень нишевой технологии термоформования, которая занимает порядка, ну по миру, где-то 5-5 до 7% всего пластмассового рынка переработки. Первое – это радикальное повышение сложности или требований к самому конечному продукту. Если раньше, когда началась технология термоформового формования появляться на рынке, это конец 50-х, начало 60-х годов прошлого века, формовщики находились в ситуации, когда они ждали заказа со стороны рынка, который переходил с устаревших материалов на пластик, с дерева, со смолы и так далее, на пластик. Они ждали заказов, делали формы, формовали детали и, в общем-то, все было достаточно хорошо. Но в 60-е, 70-е годы, 80-е годы настолько был бурный рынок, бурный рост рынка производства конечных продуктов, глубокой переработки термопластов, на рынок вышли технологии выдува, технологии литья под давлением, технологии прессования, появились наряду с простыми термопластами композитные материалы. И, таким образом, вызовы к классическим формовщикам, они постоянно сжимались и постоянно увеличивались. ГАЙС, компания, которая занималась всегда только производством оборудованных для тяжелого формования вакуума, то есть нет ли упаковки, нет ли ни стаканчики, ни блистера, а именно тяжелые детали, как я уже называл, ванны, какие-то продукты, экстерьеры, интерьеры, тракторов, поездов, самолетов. Она, в общем-то, сконцентрировалась только на этом и, предвидя такое комплексное развитие этой темы, поставила, в общем-то, сделала своим коньком именно комплексную подходку своей технологии, которая заключается в такой некой междисциплинарности, да, заключается в следующем. То есть для того, чтобы быть успешным на рынке с технологией вакуума формования, недостаточно просто отформовать деталь как таковую, да, условно говоря, простая акриловая ванна, она никому не нужна, как скорлупа, ее нужно довести до конечного продукта, ее нужно обработать механическим способом, нужно придумать дизайн, придумать дизайн этой ванны, или, допустим, взять лыжные боксы, как тули, или чемоданы, любой продукт, он должен быть, в конце концов, доведен до рынка, и он должен быть успешным на рынке. Для этого существует требование такого междисциплинарного характера, да, то есть мы должны обладать процессом формования листа термопласта, мы должны обладать процессами его механической обработки, обрезки контурной, нарезки отверстий, мы должны обладать свойствами дизайнера, да, то есть мы должны рынку сейчас проактивно предлагать наши продукты, потому что рынок перенасыщен зачастую продуктами пластика, да, то есть поэтому термоформовщикам приходится постоянно каждый день отвоевывать, откусывать то у лисевиков, то у выдувщиков какие-то сегменты рынка, да, как пример я потом это приведу. Но это говорит о том, что в штате, так сказать, компания, которая серьезно занимается формой технологии термоформования, и обязательно должен присутствовать дизайнер технический, да, должны быть люди, которые умеют работать с программой каткам моделирования, должны быть люди, которые могут писать программы механической обрезки пластика и, конечно, программы для формования пластика. Поэтому компания ГАИС предлагает здесь все три составляющих этого процесса. Это термоформовка, собственно, формовочная машина, которая формует листовой пластик. Это тривинг, то есть это контурная обрезка и вообще механическая обработка фрезой, лазером или ультразвуком пластика, доведение заготовки до конечного вида. И это производство самих форм, да, потому что без формы мы не сможем изготовить деталь. То есть ГАИС под одной крышей делает, в принципе, полный набор оборудования для того, чтобы закрыть темы по термоформованию. Условно говоря, всем известные чемоданы фирмы Туле, поликарбонатные, Римова, извиняюсь, Туле, да, Туле наш хороший клиент, поэтому мне из головы не выходит. Римова, они делаются полностью на оборудовании ГАИС, включая их формы, да. То же самое касается фирмы Туле. То есть, как бы, здесь делаются полностью на формах ГАИСа, на формовочных машинах ГАИСа и на фрезерных центрах, которые делают механическую обработку. В принципе, эта программа уникальная, потому что существуют конкуренты ГАИСа на рынке, которые предлагают по принципу некого холдинга данные продукты, да. Но на ГАИСе эти технологии росли, значит, с конца 40-х годов под одной крышей и развивались одними и теми же людьми. Да, то есть это через поколения, прошедшие в одной фирме вызревшие технологии полного цикла производства термоформованных деталей. У ГАИСа порядка работы, порядка трех тысяч машин на рынке всего и фрезерных центров, и вакуноформовочных машин. Производим совершенно разные варианты машин. Каждая машина делается на заказ, имеет разное поле формования. Формуется любой листовой термопласт, условно говоря, от пленочного, там 0,8-0,7 до листового термопласта, ну, больше 15 миллиметров, как правило, на рынке не присутствует по толщине, да. Любая пластовая машина формует любой термопласт. И есть разные технологии этих машин формовочных, о которых я как раз и потом скажу, приводя в пример просто те продукты, которые на них делаются. Также выпускаются фрезерные центры, это уже для обработки механически отформованных деталей. По поводу значения термоформования, некий тематический план. В принципе, принято считать, что термоформование начинает развиваться в странах, которые прошли первичный этап освоения, скажем так, пластика в виде литевых технологий, в виде выдумных технологий. То есть технологии термоформования – это более такие тонкие технологии, которые, как обычно, заходят на рынок самыми последними после выдума, после литья под давлением. То есть это продукты с высоким участием дизайнеров, да. То есть это много очень продуктов из рекламной сферы, много продуктов из хайотековской сферы в плане авиастроения, поездов, то есть нашим клиентами являются Airbus, Boeing, железная дорога, да, очень сильно работает по пластику, именно по технологии термоформования. То есть там, где нужны везде большие, крупные детали отформованные, но в не очень больших сериях, да. Это, допустим, производство лекового транспорта не является такой коренной компетенцией термоформования, потому что там, как в основном, литье идет. Ну, как я уже говорил, примерно 7% рынка занимает сегодня термоформование. По проблемам, надо сказать, что, в принципе, допустим, по России, да, существует серьезная проблема в отсутствии, так сказать, специалистов, в отсутствии дизайнеров, которые могли бы разрабатывать, проактивно и продвигать на рынке именно термоформовочные продукты, как альтернатива к продуктам, изготовленных из стекловолокна или, там, продуктам, изготовленных методом литья под давлением. Такая проблема есть, хотя сейчас постепенно, когда автопром начинает осознавать полезность этой технологии для себя, появляются и курсы учебные, и мы проводить стараемся курсы здесь, и на заводах есть некоторые группы рабочие по термоформованию, то есть постепенно эта технология начинает становиться индустриальной промышленной технологией, да. Если раньше она была, в общем-то, как бы гаражной, каждый мог формовать все, что угодно, грубо говоря, на коленке, да, то теперь эта технология, она, в принципе, в мире является в полном смысле индустриальной технологией. Мы говорим о циклах формования на гастерских машинах 4-мм АПС меньше, чем за одну минуту, да, то есть это, в общем-то, циклы, которые уже позволяют в полностью автоматическом режиме формовать хорошие серии продуктов. То есть по преимуществу формовки, да, с точки зрения организации самого бизнеса, понятно, что здесь преимущество формовочной технологии заключается в достаточно быстром выходе на рынок с продуктом, поскольку формы гораздо дешевле, чем литьевые формы, они проще, и некая универсальность машины, да, то есть в машине, в принципе, все равно формователи это на деревянной форме, алюминиевой форме, да, такие прототипы могут быть отработаны очень быстро, и формовщики очень быстро могут выдвигать свои продукты на рынок, опережая таким образом другие технологии, менее затратным способом. В общем-то, и компания ГАИС, она дает, в принципе, шанс формовщикам, и постепенно, да, это все сформировалось постепенно, сами принципы отношения и изменения отношения со стороны рынка к формованию, в сторону индустриальной промышленной формовки. Компания ГАИС прошла весь этот путь вместе со своими клиентами, поэтому, в принципе, вставаться в подробности технические я не буду, но хочу сказать, что принципы универсальности, то есть вы можете формовать продукты, ну, практически любого размера, да, которые сейчас на рынке, которые вы не можете сделать, допустим, путем литья. Допустим, самая большая вакуноформовочная машина ГАИС имеет поле формования 2,5 на 7 метров, да, такого, так сказать, причем эта машина формует в автоматическом режиме полностью, это автоматическая линия в автоматическом режиме продукта, то есть мы не говорим о том, что, конечно, можно многое сформовать вручную, накаткой, смолой и так далее, мы здесь говорим об индустриальном процессе с производимостью качества, тактового времени и так далее, это важный момент. Принципы, да, позитив, ну, то есть есть разные технологии формования, на позитив, на болван, как говорится, вот передняя часть грузовика, допустим, характерные продукты, да, сложные продукты типа внутренних емкостей холодильников, как бы, чтобы отформовать такой продукт, в принципе, нужно иметь, конечно же, то ноу-хау у себя на ферме, который позволит вам не только эксплуатировать и перерабатывать сам термопласт как таковой, но который позволит вам сделать адекватную форму, который позволит вам сделать правильную программу обрезки, потому что, когда мы зажали лист, под рамкой остается, так сказать, пластик, который нужно обрезать по контуру, нужно нарезать отверстия и так далее, да, то есть, просто хочу подчеркнуть еще раз, что термоформование – это комплексный продукт, нельзя приобрести, скажем, просто формовочное оборудование и думать то, что ты можешь производить формованные детали, нужно обладать еще компетенциями мехобработки и очень достаточно сильным дизайнерским составом в команде обязательно, да, иначе в этом смысла будет не очень много. Позитивное формование достаточно, оно используется очень часто, потому что это самые дешевые формы, то есть, в принципе, у вас получается поверхность класса А, да, вы можете формовать хорошие термопласты, они не соприкасаются с формой, грубо говоря, на болван мы натягиваем лист, поэтому у нас лицевая поверхность составляется нетронутой формой класса А, то есть, мы уходим от покраски, от всего, и получаем, в общем-то, прекрасную деталь. Первые такие проекты уже сейчас реализуются на ГАЗе, ГАЗЕ-НЕКСТ или ПАЗ-НЕКСТ, они делают вот первые такие детали, по принципу формуется пластик, у них передняя маска, формуется пластик и усиляется по технологии в прессах Канакраус-Марфа LFI, да, технология LFI, жесткой пены, усиляется вот эта вот класса А, поверхность блестящая, пленочная. Получается в итоге замечательный эстетичный продукт. Негативное формование, пример, это вот акриловая ванна, да, то есть, типичнейшие, все мы знаем, очень много сейчас у нас стало такого типа продуктов на рынке. Есть продукты, которые применяются в авиации, это вот крышка панели сиденья заднего, это немножко более сложная технология, которая использует момент подпрессовки, то есть, можно не только тянуть вакуумом деталь на форму натягивать, но еще и подпрессовывать ее колоколом сверху, да, избыточным давлением, получается давление с двух сторон, и, в принципе, получается качество детали внешне, сопоставимое с литьевой деталью, да, то есть, по точности внешних размеров и так далее. Негативное формование, так же типично, вот для лампы, да, казалось бы, простая деталь, но поднутрение, которое вот здесь вот существует, чтобы сдернуть ее потом с формы, для этого, опять же, нужно иметь ноу-хау по форме, да, каким образом сделать форму, чтобы отформовать эту деталь. Вот, то есть, здесь постоянно нужно думать о пересечении вот этих моментов, да, конструкции формы, конструкции машины, конструкции обрезного центра. Эти детали я вдаваться не буду, хочу сказать пару слов про технологию TwinShit, это двулистное формование. В классической формовке мы формуем один лист, грубо говоря, на болван, натягиваем вакуумом, получаем деталь. Технологии TwinShit у листного формования сразу формуются в цикле два листа, да, вот, допустим, крыша трактора. Такой проект был реализован нами в Минске, для Минского тракторного завода. Это конкретная деталь для фирмы Солера, итальянская, то есть, это конкретная крыша трактора, два на два метра, формована из-за один цикла в формовочной машине. Классическая технология подразумевает, сначала формуются верхняя крышка, потом нижняя, потом они склеиваются, запениваются и так далее. Из нашей машины выходит уже готовая жесткая деталь, нужно сделать контурный обрезок, это да, о том, что я вам говорил, нарезать вот эти отверстия, это у них обработка идет. Но, в принципе, из машины при двулистном формовании выходит готовая жесткая деталь, которая устанавливается на конвейер и так далее. После того, когда ВНКЗ получил эту деталь, они, в принципе, отказались на большие трактора от всех других деталей. Потому что это очень удобно, это можно точно вычислить количество брака и так далее. Оно здесь сводится к нулю, поскольку здесь абсолютно воспроизводимое качество. Ну, типичный пример, также разные корпуса на приборы, станки, отличные приборы, тоже, вы видите, две стенки. То есть, когда формуется два листа, и у вас получается жесткое абсолютно накручение, жесткое детальное. Палеты поддон, типичные, да, в принципе, по такой технологии есть компания iPlast, у них есть наша машина, они пытаются вывести эти продукты на рынок, это тоже по технологии двулистного формования. Подошва кроссовки фирмы Nike, да, когда формуется с рулона две полиэтановые, два полиэтановых рулона пленки, формуется двиншитом, то есть это двулистное формование, потом накачивается воздухом. Есть специальные здесь каналы, по этим каналам накачивается воздухом, получается раздутая подошва кроссовка. То есть, различнейшие применения, возможно, плохая, плохой пример, извиняюсь, топливный бак, да. Это уже как бы пример, когда формовка конкурирует с выдувом, допустим, да, или ротационным формованием. Вот, то есть, это вот по технологии двулистное формование, это хороший пример того, как формовка, термоформование реагирует на вызовы рынка, да, то есть идет по пути усложнения самого конечного продукта, который, в принципе, раньше был, ну, немыслим сделать по технологии простой формовки, да. Различные способы усиления деталей, есть, конечно, момент, когда мы формуем какую-то деталь, она может быть недостаточно жесткая, да. Первый момент усиления, это делать сразу по технологии двулистного формования, потом, как мы говорили, усиление с помощью процесса LFI, то есть в прессе мы усиливаем полиуретаном, с помощью ламинирования усиленной стекловакуума смолы можно делать, либо путем наклеения дополнительных формованных деталей, когда две детали складываются, друг с другом свариваются. Вот, допустим, поддон, это проект был для в Индии, это в автоматическом режиме формуются сразу две половинки, свариваются, и в процессе формовки еще заваривается стальная рама в детали. То есть получается деталь, грубо говоря, 2 на 2 метра, устанавливается потом в пикапы, которые возят хлопок, такие вот, как это называется, бобины хлопка, они много весят, но там нужна просто панель такая достаточно легкая, то есть вот образуется такая легкая панель, которая закрыта, она пластиковая, но внутри вставлена стальная рама, это хороший пример этой двулистной детали. То есть с интегрированными элементами тоже возможно, как, допустим, вот эта дверь для Махиндры и Махиндры была сделана вот эта, или нет, для Тата Моторс был сделан вот такой проект по изготовлению они делают грузовички с пластиковой кабиной, тоже внутри интегрированные получается железные, железно-интегрированные рамы, которые запаяны в одном цикле, запаяны в пластик. Вот это будет, по-моему, видно на чертеже, как это реализуется. Все это делается в полностью автоматическом режиме, да, то есть мы получаем на выходе готовую деталь, которую обрезаем по периметру, и она готова. Это момент склейки двух деталей, когда работается на плею, одна деталь, вторая сваривается, тоже получается жесткая деталь. Это компания Лакова, которая обслуживает железную дорогу в Германии и Австрии. Ну, тут как бы не будем даваться все эти детали. Тут формование прессованием, которое я вам показывал. Формование ламинированных деталей, когда мы, у нас пластики ламинированы пленками различными, могут быть фасоны, так сказать, под металл, под дерево, как угодно, тоже возможно такое. Декорирование пленкой, каширование, декоративной краской возможно формовать. То есть, в принципе, современные системы нагрева формовочных машин, они позволяют работать с очень разными материалами. Мы их условно называем, в том числе, и композитными, можем прессовать, не просто тянуть вакуум, но и прессовать, усилия создавать до двухсот тонн при прессовании. Вот деталь, которая была интересная. Материал, это плетеный полипропилен, то есть, имея структуру такой плетеной, его проформовать просто вакуумом форму невозможно. Он будет постоянно пытаться вернуться в свою структуру и с формы как бы вылезать. Для этого используется на пуансоне верхняя форма и по принципу пресса разогревается этот материал, по принципу пресса двумя составными частями формы заформовывается и мы получаем в принципе на вид композитную деталь. Но это просто, так сказать, это здесь написано с углеродовым волокном, есть аналогичные безуглеродного волокна. Чемоданы фирмы Самсональ делаются для всяких там технических задач, для перевозки инструментов и так далее. Они делают из плетеного просто полипропилена. По композитам, ну да, по композитам мы считаем композитами материала, которые погружены в матрицу термопластичную, да, это могут быть стеклопластики, это могут быть углеродистые волокна, да, карбон, то есть все это тоже возможно формовать, прессовать на наших машинах. ну автоматизация, любая, первую картинку, которую я показывал, ну, я вообще к ней вернусь, покажу, да, различные детали, типичные, которые делаются, ну, как вы видите, они все, в принципе, комплексные, готовые, готовые такие детали с высокой степенью интеграции других технологий в деталь, да, сейчас уже мало кого-то интересует плохое качество, извиняюсь, большие детали, усиленные детали, все плохое качество, sorry, так, вот как бы вернулся, и помидоры что-то будет, помидоры, помидоры, потому что у нас лозунг у Гайса one step ahead, то есть все помидоры еще зеленые, а Гайс уже красные, да, то есть вот в этом смысле, я просто хотел вернуться к первому, еще буквально одну секунду внимания, да, если получится, на этой машине по поводу автоматизации, то есть это машина, которая производится сразу за один такт багажник Туле, нижняя корыта и крышка, при этом происходит автоматическая загрузка материала здесь и автоматическая смена формы, да, то есть в принципе автоматизация может быть очень глубокая, это опять к вопросу о том, какие современные тенденции, тенденции, чтобы подвести итог, заключается первое, в повышении, в повышении сложности исполнительного механизма, то есть механизм того, что можно сделать, или технологии формования, не настолько сейчас, как бы, ну, уже развились, да, что они позволяют, в принципе, делать детали, которые раньше были невозможны, да, но они и требуют соответствующего отношения к себе, да, то есть именно междисциплинарного подхода, умение работать на спике мехобработки, на спике формования, на спике дизайнерства и так далее, да, то есть вот этот весь комплекс, ну, и вот эта машина является, в общем-то, воплощением такого вот примера полной автоматизации и полной междисциплинарной средистики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова